Эти пернатые появились у Фоминых после заключения соцконтракта. Семья получила 100 тысяч рублей на развитие подсобного хозяйства. Решение стать фермерами вынужденное. Ольга не работает. Ей нужно ухаживать за сыном-инвалидом. Не получается у меня работать, потому что ребенку нужно постоянно время. Ему в любое время дня и ночи нужно вводить фактор по потребности. Выделенных денег хватило на 120 цыплят. Мы брали цыплят-броллеры, пробовали. Не такое количество, а в меньшем количестве были. Опыт у меня уже есть. Мне это не сложно, даже интересно. Вячеслав Гладков приехал к Фоминым, чтобы узнать, как программа соцконтракта изменила их жизнь. В гости глава региона прибыл не с пустыми руками. Я в соцсетях. Потом мы обратились в соцзащиту. Там как бы нам обсчитали все. На 100 тысяч у нас вышелся с конца. Подсобное хозяйство позволит получить семье дополнительный доход и заполнить холодильник. Но вы выращиваете и будете продавать? Ну да. Это мясо яичное, такие у нас, ну, мы яйцо как бы. Вот эти и вот эти. А это вот броллеры. Муж не ругался? Или совместное решение? Совместное решение. Очень надеюсь, что не пожалеете. Хочется, чтобы эта программа вам пользы, вашей семье принесла. Спасибо большое. Мы тоже надеемся. Очень заеду, постараюсь, расскажете, как у вас дела. На сегодня в Красненском районе соцконтрактом воспользовалось 18 человек. До конца года поучаствовать в программе может еще 7 жителей муниципалитета. Всего на район выделено 2 миллиона рублей. На область более 200. Помощь могут получить граждане из категории нуждающиеся. Если программа хорошо себя зарекомендует, объем выделенных средств на следующий год, а соответственно и потенциальное количество участников увеличится. Глеб Дудкин, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогория.